Якорная гальваноударная мина поступила на вооружение российского флота в 1908 году. Спустя 30 лет её модернизировали. В годы войны взрывное устройство успешно применяли для поражения подводных лодок, кораблей и судов противника. Сегодня мину этого образца уже не используют, но у саровчан есть уникальная возможность увидеть её собственными глазами. Эту мину мы достали даже, можно сказать, не просто у моряков, а морских связистов, которые базируются в Подмосковье. У них были интересные предметы, такие как мины, якорь, которые остались по наследству. Мы не прошли это стороной, поэтому я с удовольствием попросил, сказал, что зачем вам две мины, не могли бы вы нам одну подарить. Ещё одним уникальным экспонатом музея стал якорь с атомной подводной лодки 661-го проекта «Анчар». В народе её называют «золотой рыбкой». Это первая и самая дорогая подводная лодка 60-х годов XX века, изготовленная из титана. В 1969 году её спустили на воду, и в 1971 году она прибыла на Северный флот для прохождения службы. И в это время, в 18 декабря, был установлен мировой рекорд по скорости подводного положения. То есть лодка погрузилась в глубину 100 метров, и на 100% мощности реактора лодка развила скорость 44,83 узла. В 2008 году лодку разобрали по частям. На протяжении 10 лет якорь находился в Северодвинске, а уже сегодня он часть Саровского музея военно-морского флота. Увидеть уникальные экспонаты саровчане могут рядом с музеем автомототехники торгового парка «СС» на Димитрово. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.